И первым делом сходим к плачущему здравяку. И здесь у нас выбор отдать ему белую вертушку, либо отдать ему красно-белую вертушку. И все зависит от того, какой квест вы хотите далее выполнять. Если отдадим ему красно-белую вертушку. Мы как бы не выполним его один из трех квестов, но он станет нам больше доверять. Спасибо. Вы хороший человек. Что-то белая вертушка. Да, что-то. Я иду. Да, да. Я иду. Белая вертушка. И после этого мы можем все так же дальше отдать ему белую вертушку. И это приведет к одному из финалов, который я считаю не очень интересен и вообще бесполезен. Лучше предложить ему пункт назначения. И в его случае мы можем отправить его в заброшенное подземелье для опытов, либо отправить его для помощи торговцу Анаями. И вариант с торговцем более предпочтительный. Это даст дополнительный профит. Да и как-то отправлять этого парня на опыты жалко. Так. Хм... Хм... Я не знаю, что все, но... Я не знаю, что все. Хорошо, я понял. Я пойду. Ну, хорошо. Ха-ха-ха... Я думаю, что ты... и что да то что мы дали ему направление эти коньями и может быть и дальше а а а а 3 и да а у вас д у а у у у у у у у у у а этот все страдает слышку это музыку и считает что кто-то зовет а у нас то киу к курицу на оши теку у вас ой он дурок да что а а а шнуви донок Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Но парень, извини, похоже мне придется прервать твое путешествие за музыкой И заманить его в заброшенное подземелье для опытов Субтитры делал DimaTorzok Да, я отправил его конечно же на неминуемую гибель Но поверьте мне, его квестовая велиния заканчивается тоже гибелью Поэтому пусть он хоть сделает что-то полезное для науки И здесь у нас опять наша старуха Старуха-гид Что это? И те, кто знаком с играми от Фромов Знают, что делать в такой ситуации Конечно же нужно прыгать вниз Но пока что мы этого делать не будем Переместимся в заброшенное подземелье Вот черт Нужен срочно огонь Да не топор, блин Да что ж ты такой прилипучий Огонь Можно видеть там за решеткой тела И огромный тесак в крови Ничего себе Бешеный таракан Да что ж ты, дай ты поговорить с человеком И мы за услугу получаем кусок воска Что ж, наконец-то пришла пора сразиться с Генитира Для этого нам нужно переместиться в храм Асина Верхняя башня Додзе Асина И до Генитира тут осталось рукой подать Достаточно выпрыгнуть в окно И запрыгнуть наверх И ранее Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok И Генетира это, наверное, первый босс Секира, который может доставить реальные проблемы Но на самом деле он не так уж и сложен, как может показаться на первый взгляд Главное быть напористым Постоянная атака и парирование – залог успеха битвы с Генетира Итак, атакуем, атакуем, атакуем после того, как он нас парирует Такой удар с подпрыжкой либо парируем, либо уклоняемся Либо получаем по голове А после такого прыжка он в первой фазе всегда делает выпад, поэтому можно делать в микире Эта серия легко парируется обычным спамом кнопки блока Поэтому эта серия может чем-то выгодна для нас Так как можно быстрее заполнить его строку концентрации Вот, в принципе, и вся первая фаза Вторая фаза не особо чем-то отличается Разве что он становится немножко более агрессивным О, как можно было делать в микире После такого сильного прыжка он теперь не всегда делает выпад Иногда он делает удар по дуге Становится менее предсказуемым Так что я все никак не могу успеть Если отойти от него подальше, то он начнет интенсивнее использовать свой лук Опять себя Оу Вот это было неожиданно с такого расстояния У нас остается мало жизни Лучится В принципе, генитир отдает нам эту возможность Лукула тоже лучше парировать Не нужно заплетать велосипед Пытаться там плата уклониться Даже вот такую сильную стрелу можно запарировать или уклониться Да, но у меня получилась выносливость Выпад И вот, в принципе, и... Может быть, их две, но... Но... В принципе, их две, но... Но... В принципе, они не могут стать И в третьей фазе Генитира становится более заряженный, сразу делает выпад, который можно превратить в Микири. Да, его мюксет не особо меняется, но появляется молния. Да, вот такие вот заряженные молниеносные атаки. Но зато в этой фазе он начинает пропускать больше ударов, чем в первых двух. И что-то он зачастил с выпадами. Осталось немало жизни. Пока я пил. Оу, это был захват. Не, чужих. А так все хорошо начинается. И опять это серия. Только на руку, выпад. Вот, в принципе, и все. Он даже сбивает. И выполняет ни одной молниеносной атаки. У него на самом деле есть такие эпичные заряженные молниями атаки, но не успел он их выполнить. Воспоминания генетира. Память о битве с редким противником. Оставшиеся в сердце волка. Медитируя у идола-рейщика и пережив битву заново, можно навсегда увеличить силу атаки. Генетира Асина был заклятым врагом волка, отомстить которому того обязывал кодекс. И вот мы ему отомстили. А также мы получаем новую технику. Техника ниндзюцу, превращающая брызги крови жертвы в дым. Расходует эмблемы духа. Активируется после выполнения смертельного удара сзади. Дым позволяет скрыться от глаз врагов и воспользоваться элементом неожиданности. Путь Синоби это борьба между жизнью и смертью. Смерть для него источник силы. Техника ниндзицу мощный прием, который можно выполнить только после населения смертельного удара сзади. Техника ниндзицу. Техника ниндзицу. Техника ниндзицу. Техника ниндзица. Техника ниндзица. Ну что ж, давайте усилим атаку, используя воспоминания битвы с Генитира. Память о битве с редким противником, хоть и отдалённая, это воспоминание подкрепило силой волка. Генитира Асина был рождён простолюдином. После смерти матери его принял к себе клан Асина. Видя катастрофу, угрожающую Асина, он принялся изучать еретические искусства и освоил технику молния Томоэ. А Томоэ, кстати, мы уже слышали и ещё не один раз услышим. И заодно немного отдохнём. И что же у нас здесь делает Эмма? Эмма. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, Эмма всё это время вела двойную игру. Именно она нам скинула письмо в самом начале игры. И всё это из-за того, что в отличие от своего внучка Генитира, сам Исин не желает использовать силу крови дракона, которая даёт бессмертие. И нам предлагает спуститься вниз, чтобы проведать Кура. Здесь у нас ещё один идол. И вот, наконец-то, мы нашли то, что искали. 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 Либо помочь Кура избавиться от бессмертия, что, скорее всего, подразумевает его смерть. Либо следовать Железному кодексу и продолжать защищать Кура. Но давайте сначала выберем первый вариант. Но, как вы видите, ничего не происходит. Нам всё равно придётся выбрать второй вариант. И вот, наконец-то, мы нашли то, что искали. И вот, наконец-то, мы нашли то, что искали. И как я уже говорил, вся эта эристория очень сильно напоминает предыдущие игры от Фромов, тот же самый Dark Souls. Там тоже было бессмертие, но это бессмертие никому не приносило ничего хорошего. Также и здесь есть бессмертие, но оно приносит с собой скверну. И нам сейчас предстоит долгое разбирательство, как же всё-таки избавиться от этих уз бессмертия. Текст о спасении от уз бессмертия. Книга, полученная от Кура. В ней собрано знание, необходимое, чтобы избавиться от наследия дракона. Книга с виду старая, многие страницы отсутствуют. Здесь я пишу, что нужно, чтобы выполнить ритуал избавления от бессмертия. Надо найти алтарь за дворцом первоисточника и выпить слёзы дракона. Продолжение следует... И теперь нам нужно разобраться, как попасть в дворец первоисточника, а также где раздобыть слёзы дракона. Продолжение следует... Продолжение следует... И как мы теперь знаем, до Кура существовал еще один божественный наследник, звали его Токеро, который, похоже, уже каким-то образом все-таки умер. И, возможно, смог избавиться от уз бессмертия. И как и проверить? В этом городе есть токеро, который был оставлен в книге. Это был премьер на кеме, чтобы собрать его. Я хочу, чтобы это было, что я探шим. В премьер на кеме, не только, не только, что это было. О, это был Исшин, который был. И как вы уже могли заметить, на нас просто сейчас обрушивается тонна информации, где нужно что-то где-то найти, но пока неизвестно где. Продолжение следует... 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 ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Девушки отдыхают... Ага... Томエの雷とは一体... Ага... Ну... Ген一郎の死の技じゃ... Наканаかに面白かったであろう... 死とは? Томエ... Олеほどの使い手はそうはおらぬ... まるで前のようにあの女は戦う... あやつの瞳をのぞいておると... 皆そこに引き込まれるような... 心地がしたものよ... 見惚れてきられそうになるなど... この一瞬... 長く生きたが... あのひとたびのみじゃ... ここでおすすめに... お話をしたいがおやまじゃない dimensions... 晴力ゲレンジティラーの方があったこと... もちろんのより怪レンジティラーはパーリーを見ることです... もちろんの攻撃手たちの... お部屋に遭んでしまうことは... 家の勢におります... Девушки отдыхают. И Томова была не только наставником Генитиру, она также была еще и связана с Токеру, но об этом мы узнаем немного позже. И кстати мы открыли вторую технику. И давайте переместимся к последнему актируемому идолу. Эмо спустилось немного ниже. Италия. Девушки отдыхают. 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 Субтитры делал DimaTorzok И больше ничего интересного он пока не говорит Мы узнаем, что именно он некогда спас божественного наследника Здесь у нас записка Волк, я кое-что нашел Я отпер библиотеку Встретимся там Кура Ну, можно было и не оставлять записку Так как библиотека находится тут буквально в двух шагах От курильницы исходит легкий аромат цветов Сакуры Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок И мы получаем еще одну книжку Записка про цветок Записка, написанная Такэру прежним божественным наследником Говорят, родители Тамоэ некогда собирали аромат первого источника И прибыли во дворец В глубоком пруду, где собирается вода первого источника Покоится то, что нужно, чтобы попасть во дворец Это белый благоухающий цветок Дима Торзок 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 Итак, нам поставили еще одну цель Найти некий благоухающий цветок Где-то вопустившийся долине Вот так. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Teati И вот как-то, с яйцем, что-то вроде в ухлопа. Как-то это тоже, что-то. Но только этот ухлоп... Он как-то вроде, что-то немного... Как-то так? Эта ухлопа... Как-то, что-то необычное... Я слышал, что-то... Я думаю, что... Но... Я не думаю... Так что... Эмма殿が以前... Осталось, что он сказал... Это связано с тем, что не связано... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.